Вот просто погулять выпустил. Как погулять выпустил? На улице стреляют, на улице машины. В Бишкеке на отстрел 10 тысяч бродячих собак потребуется 4,5 миллиона сомов, в то время как на строительство приютов потребуется 60 миллионов сомов, что в 13 раз превышает первоначальную сумму. Именно из-за такой социально-экономической ситуации муниципальные предприятия вынуждены принимать негуманные пути решения данной проблемы. Однако не все это критично, ведь в городе существуют благотворительные фонды, в которых инициатором являются сами жители. Один из них – фонд «Добрые руки», возглавляемый директором Ларисой Соботской. Тяжело иногда, вот прям всюду, думаю, все, больше никого не возьму, все, тяжело. Но потом, когда кто-то сообщает, что там еще какая-то тяжелая травма, или кто-то обращается, помогите, там, оплатить операцию или лечение, когда увидишь еще результаты, так сказать, того, что делать. Да, особенно, если вылетел, все взял, там, нашел хороших хозяев, живут нам все хорошо. Ну, не знаю, как-то радостно. Лариса в настоящее время занимается лечением питомцев. Недавно под завалами на ТЭЦ в Бишкеке сотрудники МЧС обнаружили травмированную собаку, получившую серьезные ожоги. Ее доставили в ветеринарную клинику Дальний фонд «Топрые руки», где на данный момент животное проходит лечение у Ларисы. Ну, Рыжулю, вот, ее так звали на ТЭЦ, жила там, ну, естественно, как вздомная собака, но ее там подхармливали, все любили. И сейчас, кстати, на ТЭЦ осталась девочка-щенок, вот этой собачки как раз. И, к сожалению, никто не хочет ее забирать. Вот, очень жаль, потому что, конечно, и с ней может что-то случиться, да, отстрел вызывают. Несмотря на различные подходы к решению проблемы бродячих собак, благотворительные фонды продолжают свою деятельность по спасению, стерилизации и лечению животных. Благодаря им многие бездомные животные получают шанс на вторую жизнь и заботу, ведь каждое живое существо имеет равное право на жизнь. Поэтому каждый человек может помочь предотвратить отстрел бродячих животных. Как, например, поддерживая благотворительные фонды, также быть ответственным хозяином своего питомца и не выпускать их на улицу без вашего присмотра.